Продолжение следует... Современная наука изо всех сил пытается ответить на эти вопросы, предлагая все новые и новые варианты. Эликсир молодости, таблетки от старости, вакцина бессмертия. Насколько далеко продлевая молодость, можно убежать от старости? В последнее время мнения ученых сходятся воедино. Биологической программой человеку заложено жить 120 лет. Получается, что до настоящей старости человечество просто не доживает. Вот обычно признано, что Япония страна долгожителей, да? Но совсем недавно вскрылся факт, что, оказывается, японцы, когда умирали, то там нет официального какого-то оформления свидетельства о смерти. И они числились просто-напросто живущими. Ответ ученых однозначен. На планете нет такого места, где бы рождались долгожители. Единичные случаи разбросаны по всему миру. К примеру, на фоне чаще всего якобы доживающих до старости японцев, возрастной рекорд по продолжительности жизни почему-то установлен жительницей Франции. Жанна Луиза Кальман прожила 122 года, что тщательно задокументировано. Но при этом никто не может с точностью ответить, как ей это удалось. Пока ученые бьются над разгадкой секрета молодости, обычные люди достигают в своих поисках поразительных результатов. И в этом Россия не отстает от остального мира. Трудно поверить, что этой женщине уже за 70. Царственная осанка, стройная фигура, озорной блеск в глазах. Леокадия Миронова была одной из первых манекенщиц Советского Союза. И остается ей до сих пор. Вопреки всеобщему мнению, что век модели недолг, она доказала. Для настоящей манекенщицы не существует приставки «Экс». 20 февраля 12-го года будет ровно полвека. Так я модель. Я выхожу на подиум. Выхожу на подиум в дизайнерских клубах, на выставках, на конкурсах. Она мечтала стать архитектором, но подвели глаза. Еще в юности Лека неожиданно стала терять зрение, и о желанной профессии пришлось забыть. Но однажды судьба преподнесла ей настоящий сюрприз. Как-то Леокадия зашла в дом моделей на Кузнецком мосту. Просто так, за компанию с подругой. Статную брюнетку тут же заметил темпераментный молодой человек. Буквально влетает с горящим взором, и перво-наперво смотрит на меня, и говорит, ой, какая девочка, ты чья? Я говорю, я? Я мамин. Он говорит, а ты чем занимаешься? Я говорю, сейчас, пока ничем. Он говорит, прекрасно, будешь моей манекенщицей. Я говорю, вы считаете, что я подхожу? Он говорит, а ты себя в зеркало завидела? Тем молодым человеком был подающий надежды модельер Слава Зайцев. С того дня, 20 февраля 1962 года, Лека Миронова стала его любимой манекенщицей. Ей восхищались во всех мировых столицах моды. Она могла бы уехать в Париж и обеспечить себе жизнь в достатке и безбедную старость. Мироновой предлагали контракт с гонораром 2000 долларов в час. Но за границу модель не выпустили. За легкость походки поклонники назвали ее «бегущей по волнам» и даже не догадывались, чего стоит ей каждый шаг. Давала знать о себе старая травма позвоночника. Но пока у Мироновой была ее работа, она чувствовала себя молодой и в 40, и в 50, и даже в 60. Работа держит в тонусе, поскольку здесь выступает на первое место чувство нужности. Когда человек чувствует, что он кому-то нужен, кому-то полезен, у него, значит, вот появляется энергия, в общем-то, откуда, может быть, и не возьмите. Оптимизм и жизнелюбие изменили манекенщицы, когда она пережила сразу две огромные потери. Похоронила маму и осталась без работы. 16 лет Лека Миронова жила за творницей, сутками не вставая с постели. Пока в 2008 году не получила предложение, которое вдохнуло в нее новую жизнь. Леокадию пригласили на модный показ, и не в портер, а снова на подиум. Она с гордостью продемонстрировала, что даже в 70 остается профессиональной моделью. Ко мне подходят многие женщины моего возраста, старше, моложе. И благодарят меня за то, что я их убедила посмотреть на себя и преобразиться. Видеть себя, показать женщинам, что она может быть женщиной, сколько бы ей лет ни было. С тех пор, как Лека снова вернулась в модельный бизнес, она как будто повернула время спять. Она выглядит намного моложе своих лет, хотя ничего для этого не делает. Дорогую косметику, а тем более пластические операции, она никогда не могла себе позволить. Детский крем для лица и настойные наводки, мускатный орех вместо дезодоранта – вот и весь ее омолаживающий набор. Через неделю насечка будет готова. В отличие от Леки Мироновой, современные женщины более изобретательны в вопросах продления молодости. Они доверяют современным научным разработкам и используют новейшие методы омоложения. Ведь выглядеть и чувствовать себя молодо – это одно из требований современного общества. Стволовые клетки. На сегодняшний день это один из самых интересных способов убежать от старости. Большинство ученых сходятся во мнении, что именно благодаря им человечество найдет ключ к долговечной жизни. Поэтому на изучение стволовых клеток тратятся миллиарды долларов в разных странах мира. Тема «Горячая» привлекает не только людей, которые действительно нацелены на настоящее исследование и продвижение этой темы, этих проблем, но и, естественно, людей, которые хотят просто личного обогащения и все. В нас живут мириады профильных клеток, из которых состоят органы. Это костные, печеночные, сердечные, нервные клетки. В организме человека их свыше 200 разновидностей. Для того, чтобы клеточная система находилась в равновесии, природа предусмотрела стволовые клетки. Они не имеют определенной направленности и могут превращаться в любые клетки организма. Стволовые клетки появляются на пятом дне человеческого эмбриона. Но с возрастом их количество в организме человека резко уменьшается. Вот эти клетки, у них нет еще никакой памяти о том, кем они были. Поэтому они могут потенциально развиться в любую ткань. И представляете, как это удобно. Вы получаете культуру такого типа. И затем, по мере надобности, вы можете из нее получить и мышцы, и нервы, и клетки поджелудочной железы. В общем, практически полный спектр клеток. Уже много лет в Институте биологии развития РАН Ольга Гордеева занимается изучением стволовых клеток. Именно они отвечают за постоянное обновление человеческого организма. Проблема заключается лишь в том, что наши ткани и органы стареют с разной скоростью. Как сделать так, чтобы все органы старели одинаково? Как увеличить период активного функционирования всех систем? Именно эту тайну пытаются разгадать ученые. Таким образом, стволовые клетки попадают как раз в перекресток вот этих всех задач. Центральные. Потому что они, собственно говоря, и обеспечивают обновление тканей. Казалось бы, вот оно, лекарство от старости. Из стволовых клеток формируются все ткани и органы человека. То есть, вышедший из строя орган можно просто заменить, вырастив с помощью стволовых клеток новый. Такие опыты, как утверждают ученые, уже давно проводятся. Более того, средства массовой информации описывают случаи успешно проведенных операций по пересадке искусственно выращенных органов. Не вдаваясь в подробности, магические стволовые клетки действительно выглядят панацеей от всех болезней. Но есть одно «но», о котором чаще всего умалчивают. Могут наблюдаться кратковременные позитивные эффекты. Но никто потом не сообщает, а что же случилось через год, через два. А иногда, к сожалению, это не публикуется широко у нас, по крайней мере, становится известно, что все закончилось плохо. В 90-е годы многие медицинские центры смело предлагали различные услуги с применением еще не особо проверенных новейших технологий. В частности, это были предложения по омоложению с помощью стволовых клеток. Удовольствие не дешевое, но это не сильно останавливало желающих повернуть время вспять. А предостережения врачей, что методика еще сыровата, не принимались в расчет. Ведь кого волнует цена, когда товаром является молодость? Даже если это цена – здоровье или сама жизнь. Есть еще очень важные аспекты этой проблемы, которые вообще не поднимаются. Ведь когда начинается стимуляция клеток резервных, которые должны делиться редко, а здесь начинаются дополнительные какие-то очень активные воздействия на эти клетки, мы можем спровоцировать появление опухолей. Сегодня это общепризнанная теория. Стволовые клетки с их способностью к делению становятся не только источником обновления наших тканей, но и источником развития злокачественных опухолей. Не какие-либо другие, а именно стволовые клетки сейчас рассматриваются как наиболее реальные претенденты на эту роль. И поэтому, если не умело активировать эти стволовые клетки или им подобные клетки, мы можем запустить этот процесс канцерогенеза. Среди многих различных омолаживающих процедур на российском рынке по-прежнему популярно переливание крови. В некоторых случаях эта процедура действительно необходима, например, как способ поднятия иммунитета. Но способна ли чужая кровь омолодить стареющий организм? Ведь кровь человека часто фигурирует в мифах о бессмертии. Существует множество рассказов о вампирах, которые пьют чужую кровь и живут вечно. В 20-е годы прошлого столетия идея использования крови для продления жизни заинтересовала советского ученого Александра Богданова. Его формула вечной молодости была проста. Взять энергию у молодых и поделить на всех. Источник энергии – кровь. А вот что если делать обменные переливания между людьми? От больного к здоровому, от здорового к больному. От старого к молодому, от молодого к старому. Богданов считал, что кровь не одинакова в разных возрастных периодах. А потому путем переливания ее от молодого организма более взрослому можно добиться омолаживающего эффекта. Идею ученого считали перспективной. За ходом экспериментов следили в Кремле. В 1926 году постановлением Совнаркома создается первый в мире научный институт по переливанию крови. Первые опыты показали – у пациентов, страдающих переутомлением, наблюдалось явное улучшение самочувствия. Однако последний эксперимент развенчал теорию Богданова о вечной жизни. Он переливал кровь от некого студента Качмасова, страдающего туберкулезом. Он полагал, что поскольку ему было тогда около 56 лет, он как врач знал о том, что он сталкивался, и все взрослые сталкиваются с бациллой туберкулеза в той медленной мере, и имеют иммунитет. И он считал, что его иммунная кровь поможет тому. В апреле 1928 года Богданов скончался. Причиной смерти оказалась элементарная резус-несовместимость, фактор, о котором узнает лишь через 12 лет. Благодаря опасному эксперименту Богданова в области изучения крови, наука в целом шагнула вперед. Однако было доказано, что молодая кровь не способна омолодить организм пожилого человека. Более эффективной оказалась способность самого организма по возмещению недостатка крови. Через 2 часа после изъятия 500 мл крови в кровь выбрасываются эритропоэтины, которые стимулируют, компенсируют этот недостаток изъятой крови. Эти эритропоэтины заставляют быстрее работать костный мозг. Выбрасывают, значит, там все оживляется. Ставловые клетки начинают интенсивнее работать. Старость неразрывно связана с болезнями. Это общеизвестный факт. Молодые, конечно, тоже болеют, но с возрастом организму все труднее и труднее с этим справляться. К тому же болезнь часто обнаруживается слишком поздно. Изобрести диагностику, которая могла бы давать тревожный сигнал о надвигающейся опасности. Такая идея много лет назад заинтересовала профессора Светлану Шатохину. По ее мнению, любая болезнь сначала изменяет структуру жидкости в нашем организме, а потом проявляется на уровне тканей и органов. На основе такого вывода Светлана Шатохина разработала свой метод, не имеющий аналогов в мире. У нас есть по этой технологии патенты США, 17 стран Европы, Канады и многих-многих других стран. И что интересно, когда вот шло, вот вроде бы простая капелька, многие в России не воспринимали эту технологию. Говорили, что это слишком просто, что это 100 лет назад, что это просто примитивно. А когда вот стали работать эксперты-патентоведы зарубежных стран, они просто лихорадочно перекидывали все материалы, мы это все получали, смотрели. И вердикт – мировые аналоги отсутствуют. Процедура проста. Нужно сдать кровь или другую биологическую жидкость. Когда капля высыхает, закодированная в ней информация становится видимой. Вот по таким рисункам специалисты и обнаруживают подстерегающую пациента угрозу. Как утверждает Светлана Николаевна, если болезнь находится на ранней стадии, то приняв вовремя меры, ее можно остановить. А значит, и продлить молодость. К сожалению, вот этот человек увлекался различными диетами, мог голодать по много дней. Ну, в конце концов, в общем-то, ничего хорошего к этому не привело. И сейчас вот ему прогнозируем риск развития сахарного диабета второго типа. Вот у него спазм сосудов. Видите, вот этот гребешочек вот такой вот. Отечественные изобретения требуют времени и сил для завершения. Однако, как утверждает профессор Шатохина, по новой технологии диагностики уже сейчас можно легко распознать более 10 болезней. Вот это вот пигментация, а в ней зернистость. Это процесс камнеобразования в желчном пузыре. То есть не надо брать желчь и смотреть, есть ли там процесс камнеобразования или нет. По сыворотке крови мы уже знаем в каждой части, где что локализуется. Идея ранней диагностики заболевания заслуживает особого внимания в области увеличения продолжительности жизни человека. Но пока что российским ученым еще предстоит пройти очень большой путь. Заболеваний гораздо больше, чем список, по которому сегодня можно пройти диагностику в лаборатории НИИ геронтологии. Еще один способ сбежать от старости появился, когда ученые задумались над древней истиной. Мы есть то, что мы едим. Результатом этого стало изобретение так называемой диеты для генов. Как сказал один из героев в августе 44-го, по-моему, что питание – это самое интимное общение с природой. И он действительно был прав, потому что самую большую информацию из окружающей среды мы получаем с пищей. Потому что с пищей мы получаем те элементы, те органические структуры, которые были накоплены всем предшествующим развитием живой природы. И мы поедаем, и из этих вот элементов мы строим более сложные элементы, более значимые элементы. Диета для генов на слух звучит несколько необычно. Однако новейшие технологии позволяют получить полный геномный портрет каждого человека, из которого он может узнать о себе много нового. В частности, пройдя определенный тест, можно подобрать индивидуальное питание для собственных генов. Вы с помощью диеты можете повлиять на активность генов. Вы можете стимулировать одни и угнетать другие гены с помощью определенной диеты. Существует большое количество генов, которые так или иначе вовлечены в старение. По данным генетиков, до 50% определяется генами продолжительность жизни. Еще 50% средой. Естественно, что как таковой ген молодости или ген старости не существует. Ясно, что речь может идти о каком-то комплексе признаков, комплексе генов, которые в большей мере, скажем, вовлечены в процесс старения. Помимо официальной статистики по продолжительности жизни, существуют еще и любопытные наблюдения. К примеру, дольше всего живут люди с высокоразвитым интеллектом. К долгожителям по неизвестным причинам относят и врачи-психиатров. Врачи-хирургов, напротив, к долгожителям не причисляют. Возможно, это связано с особой напряженностью их работы, с необходимостью предельной концентрации. Назряд! Тем любопытнее феномен Федора Углова. Вот, 100-летний человек, да? Ну вот вы же видите, что можно же быть и в 100 лет выглядеть не стариком дряхлым. Известный всему миру хирург Федор Углов был не просто знаменитым долгожителем. Федор Григорьевич только оперировал без малого до 100 лет. Это единственный случай в истории мировой медицины. Свой секрет долголетия Федор Углов никогда не скрывал. Всю свою жизнь он следовал нескольким правилам. В отношении его долголетия это сыграло, наверное, то, что он никогда, он сам говорил, никогда за всю жизнь не выпил ни рюмки вина, и ни одной папиросы не выкурил. Конечно, курящий человек сокращает жизнь в 60 лет и не доживает более половины. Углов ввел простую статистику. В среднем 10 лет жизни отнимает курение, 20-25 – употребление спиртного. Простая арифметика. Цена двух вредных привычек – 30 лет жизни. Курение, скажем, вызывает 30% всех опухолей человека. Курение увеличивает существенное развитие инфарктов, частоту инфарктов на алкоголе, инцельта, ускоряется атеросклероз. Есть совершенно неопроложенные данные по показателям биологического возраста, что курение ускоряет старение. Еще одно важное правило Углова – помогать тем, кто нуждался в его помощи. Не оставаться равнодушным, видя чужую боль, и при этом сохранять душевное равновесие. Углов никогда не поднимал панику, умея держать под контролем любую сложную ситуацию. Те, кто видел легендарного хирурга в работе, говорят, что в операционной он порой творил такие чудеса, что сдерживать аплодисменты было невозможно. Делать людям добро, он говорит, самое главное для долгожителя. Что вот стараться все делать, никому ни в чем не отказывать, если ты что-то можешь сделать. Это очень важно. Новоторские методики Федора Углова в хирургии до сих пор не устарели. Многие операции, которые сегодня постоянно встречаются в медицинской практике, когда-то впервые сделал именно Углов. Федор Григорьевич понимал, что от его рук зависят жизни очень многих. Кажется, каждый спасенный им жизнью он продлевал и свою. Добро, которое человек делает, он делает его. У него в это время не просто так, как механический. У него душа в это время радуется, что он делает людям добро. И от этого у него все жизненные управления получают соответствующие настройки. Вот возраст наш очень связан с головой, с нашими мыслями, с нашими какими-то стремлениями. И, в общем, вот это является тем, что одни люди как-то двигаются вперед. И, несмотря на то, что они могут быть там чуть лучше, чуть хуже, но они активны, бодры, они куда-то стремятся. А другие люди, вот они плывут по течению, медленно стареют и угасают. А еще Федор Углов никогда не ложился спать позднее двенадцати. Это еще один важный фактор, продлевающий жизнь – здоровый сон. Все просто. В час ночи начинает работать один из важнейших омолаживающих органов – эпифис. Древние йоги называли его третьим глазом. Тому, кто сможет его открыть, якобы приходит дар проведения. В медитациях именно этот орган йоги заставляют работать наиболее активно. Это закон природы. Все живое на земле находится под влиянием смены дня и ночи. У человека это регулируется эпифизом. Именно он продуцирует ночью очень важный гормон – мелатонин. Пик работы эпифиза с часу до трех часов ночи. И если нарушить его ритм, это приведет ко многим патологическим изменениям в организме. В том числе к ускоренному старению. Но вовремя ложиться это еще не все. Недавно учеными было сделано еще одно важное наблюдение. Оказывается, изобилие света в ночное время суток таит серьезную угрозу. Появился даже термин – световое загрязнение. Дело в том, что если ночью, скажем, проводили такие исследования на добровольцах, лежали с катетером для отбора образцов крови и включали ночью на 15 секунд яркий свет. И этого достаточно, чтобы подавить ночной пик мелатонина. Лишний свет в ночное время суток человек воспринимает даже с закрытыми глазами. Поэтому, дабы не нарушать работу эпифиза, спать нужно при выключенных световых приборах и плотно закрытых шторах. Важно сказать, что в случае необходимости нехватку мелатонина можно восполнять его аналогом. Он имеется в обычных аптеках. Есть одно лишь строгое правило – принимать необходимый организму фермент нужно строго, соблюдая инструкцию. Принимать его надо только на ночь, в сезон белых ночей и осенью. Вот я сам принимаю его. Когда быстро меняется световой режим, укорачивается вот в осенний период. Зимой его можно не принимать, потому что зимой и так мелатонин повыше. Но все же аналог мелатонина – это не лекарство от старости, а лишь необходимый гормон, способный уравновесить естественные биологические процессы в организме. Кстати, свет – это не всегда плохо. Как выяснили ученые, основу для новой программы омоложения может составить интенсивный свет светодиодов, который способен разглаживать морщины и повышать эластичность кожи. Основу кожи формируют молекулы белка эластина. Эти молекулы могут гидротироваться, то есть покрываться пленкой из молекул воды, что крайне неблагоприятно воздействует на состояние кожи. Исследователи из Германии выяснили, что интенсивный свет проникает в толщу кожи и постепенно отщепляет молекулы воды от эластиновых волокон. В ходе экспериментов подтвердилось, что ежедневное воздействие светодиодов в течение нескольких недель делает кожу эластичней и сокращает морщины. Это открытие может обрадовать тех, для кого красота и молодость – залог вечного успеха и популярности. Но пока ученые пытаются найти, каким образом остановить старость, многие мировые знаменитости решили на себе испробовать методы, проверенные с далекой древности. Мадонна, Гвинет Пелтроу, Ричард Гир, Мэг Райан. Список знаменитостей, занимающихся йогой, увеличивается с каждым годом. Среди наших артистов йогу практикует актриса Ирина Алфёрова, певица Алена Сверидова и Валерия. Среди прочего, йога учит внимательно прислушиваться к своему телу, чтобы научиться регулировать происходящее в нём процессы. Никакой врач не может вам сказать лучше, чем это скажет сам ваш организм. Если вы чувствуете какие-то неполадки, прежде всего, сами решите, что вам нужно сделать. Поищите собственные возможности, ведь у организма есть своя аптека. Он содержит свою аптеку, и нужно просто мобилизовать эту аптеку, которая выведет из этого состояния. И еще одна идея йоги, что человеку в жизни отведено определенное количество вдохов и выдохов. Чтобы замедлить процессы в организме, нужно дышать умеренно. Таким образом, одна из техник увеличения продолжительности жизни в йоге – это техника пранаямы, которая переводится как управление дыханием или управление вдохами и выдохами. Многие из техник пранаямы заключаются в том, что практикующий делает продолжительную задержку после вдоха, либо после выдоха. И в целом, если человек практикует пранаяму, его дыхание становится более разреженным. Это удивительным образом согласуется с некоторыми современных теорий старения и вообще продолжительности жизни человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если говорить о позах, которые противодействуют естественным процессам столения, – пожалуйста, это вот пассивные прогибы, а лучший из которых – с использованием полугруглой лавки. У йогов существует и своя теория продолжительности жизни человека. Для них период активной молодости начинается в 20 лет и заканчивается лишь в 70. Лишь на восьмом десятке, по мнению йогов, необходимо снижать физическую нагрузку на организм. Правда, при этом существует еще много тонкостей отношения к жизни и самого образа жизни. В традиционных источниках и в нашей шашасанах приводится как пример позы, способствующие продлению жизни выходить. После выхода из шашасана, если вы будете вставлять, нужно обязательно остаться в таком положении. Ни в коем случае нельзя поднимать голову сразу вверх. Иначе время жизни может сократиться драматически. Если будете монтировать фильм, пожалуйста, обязательно укажите, что не нужно это всем делать. Среди йогов много тех, кому удалось победить страшные болезни. Имеются в виду именно те случаи, когда врачи сочувственно разводят руками. Сложно сказать точно, что в таких случаях играет ключевую роль – занятие йогой или безудержное желание жить? Несколько лет назад в Америке закончился эксперимент, который назывался «Влияние занятий йогой на терапию рака груди». Это был настоящий научный эксперимент, который стоил довольно дорого. Его проводили в специализированных клиниках на больших группах людей. И они выяснили, что занятия йогой дают статистически значимый эффект, то есть настоящий научно подтверждённый эффект при терапии заболеваний молочной железы, которой страдают сейчас, конечно, очень много женщин. Это научный медицинский факт. Однако, если с помощью древней системы можно действительно противостоять смертельным болезням, то можно поверить и в то, что занятия йогой способны замедлить и ход биологических часов человека. Вопрос в том, нужно ли это делать. Молодость, зрелость, старость – это неизбежные этапы жизни любого живого существа. От молекулы, как мы с вами сказали, от клетки, до такого сложного организма, совокупности клеток, как человек. Поэтому задача йоги – это не продлить какой-то один этап, а сделать все этапы гармоничными и такими, как их и задумывала природа. Прожить дольше поможет простое правило – не испытывать на себе никаких непроверенных методик. Различные медицинские сообщества по всему миру создают специальные сайты, где пациентов призывают не участвовать в непродуманных, несанкционированных клинических испытаниях. Потому что на сегодняшний день не существует доказательств, убедительных настолько, чтобы испытывать такие методики на себе. Я могу утверждать, что по-настоящему можно применять только трансплантацию клеток костного мозга. Это давно пробированная технология. Она действительно работает. Или же, скажем, переливание крови. Это тоже можно отнести к клеточным технологиям. Ну и, пожалуй, можно также отнести к клеточным технологиям оплодотворения инвитра. То есть в пробирке. Это действительно то, что работает и доказано многочисленными исследованиями и практикой. Всё остальное, утверждает Ольга Гордеева, до конца не исследовано и пока что не имеет права быть использована для лечения людей. Это только теория, требующая времени для воплощения в реальность. Могут потребоваться годы и даже десятилетия. Фактически сделать такой эксперимент, когда отдельно начать развитие целого органа в пробирке и причём в ускоренном темпе. Поэтому на данный момент это нереально. И я думаю, что даже в ближайшие 100 лет эта задача ещё не будет разрешена до такой степени. Прожить несколько веков, стать свидетелем рождения новых цивилизаций, многие десятилетия сохранять бодрость духа и тела. Жить, пока не надоест, и уйти в мир иной не по воле судьбы, а по собственному желанию. Звучит очень соблазнительно. К сожалению, сегодня можно говорить лишь о некоторых вспомогательных методах, помогающих отодвинуть старость. Универсального рецепта не существует. Но существуют люди, доказывающие своим примером. Отодвинуть наступление старости действительно возможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова